приветствую на моем канале хочу это не молитва сейчас это просто наверное скорее всего ответ на некий такой вопрос по поводу иных языков есть утверждение о том что берут это из места определенного писания о том что якобы если в собрание ваша войдет кто-то не знающий или не верующий там не имеется ввиду люди вообще которые абсолютно даже не верят богу они верующие скорее всего имеется ввиду тот кто не верит вишу и вообще здесь надо в принципе в этом месте разбираться потому что в одном месте сказали в одном месте сказано другом немножко что языки суть знамения для неверующих языки суть знамений для неверующих дело в том что когда люди вот это вот по поводу того что молятся языками что кто-то неверующий войдет друг услышит скажет объяснится давай психологически подумаем по поводу неверующих психология неверующий человек вообще ну для него не существует духовного мира во первых для него не существует бога для него не существует бесов то есть в обыкновенной повседневной жизни он вообще к этому относится абсолютно параллельно так что для него когда кто-то молится языками ну как бы выглядит это как но можно сказать бред может быть или язык или люди ерундой занимаются но во всяком случае отношение у него к этому как к никому проявлению бесовскому вообще абсолютно не будет это может быть только у человека который ну скажем те же самые баптисты когда слышат хотя они читают в писании языках они признают что такая такое как бы проявление есть но когда слышат кого-то молящимся языками у них сразу возникает тенденция о том что это обязательно без и проявление бесов вот для таких людей как бы и сказано что если он войдет ваше собрание и вы как бы будете молиться на языках то ну как бы вероятнее всего он и отнесется к этому как проявлению бесовскому вот но дело в том что павел когда и писал в одном месте когда он приходил в собрании он пишет не здесь ну если я не изъяснюсь откровением или познать там прямо так и написано откровением либо познанием либо пророчеством и еще что-то я не помню что забейте в google и посмотрите это местописание вот там конкретно так и написано то значит ну какую я пользу говорит принесу если я буду только молиться языками то есть павел фактически молился изгон он писал что я много молюсь языками но в собрании горит хочу лучше ну какие-то вещи такие для того чтобы было развитие для ума произнести на понятном языке фактически я так полагаю что было совмещение потому что когда обычно есть то что я молюсь и я не прикладываю никакого абсолютно толкования но наверно 50 процентов из тех вещей которые я выкладываю в интернете происходит и молитва на языках и какие-то откровения приходят рождаются в это время либо дух напоминает то что он уже открывал либо что-то новое и 50 процентов просто молитв на языках но я не видел чтобы хоть один человек который вообще с богом ничего общего не имеет не знает его и даже близко к нему не пытается подойти так скажем до комментировал и чтобы он хоть что-то прокомментировал хоть намеком и сказал у тебя это у тебя бесовское проявление так говорят только люди которые верующие и именно только верующие люди пытаются сказать мне в комментариях бывает на том что якобы ой ты как бы не молись при неверующих а потому что они как бы подумают что то не то честно говоря мне ну с одной стороны в определенное время стало абсолютно все равно что подумают обо мне неверующие почему да потому что неверующие много чего думают и о них много чего кто думает и они их не как бы но положение такое интересное что они ведутся на мнение других людей то есть и мне что ли получается надо вестись на их мнение но они думают например обо мне что я дурак от этого что что-то меняется вот пусть думают как хотят потому что это их право думать обо мне как они как им вздумается но это не говорит о том что я теперь должен в раз и по мнению какого-то верующего который считает что якобы если ты молишься при неверующем на языках то как бы его так чтобы он значит ну потому что его же надо спасти вот якобы и молиться типа не надо при нем вот но ерунда это все на самом деле то есть я считаю что по вдохновению от святого духа надо надо все делать в свободе они потому что вот мнение у кого-то сложилось относительно того что ну нельзя вот ну чего ты взял что нельзя вот чего ты взял что нельзя а почему например неверующему можно курить например при других валяться на дороге где-то пьяному там почему вообще абсолютно плевать то есть немножко вот подумайте логику языки суть знамения для неверующих если ты молишься языками неверующий услышал не обязательно возникнет вопрос это шо у тебя какой-то иностранный язык обычно так и спрашивают я начинаю говорить о том что меня самому когда я был неверующим абсолютно не веровал в бога при мне люди молились языками меня это заинтересовало вообще меня меня это пришпилило я стал искать ответа что это вообще такое мне без разницы было бесовское это ли боже было бы я вообще не понимал мне просто было интересно меня это начало наоборот затягивать в то чтобы вообще разобраться и узнать что это я доставал того человека неоднократным вопросом о том что это такое попробуй мне перевести это ну и прочие вещи но он не очень сильно мог мне это все объяснить он сказал просто шо это от бога язык и меня это торнуло тогда меня это торнуло человека который абсолютно не веровал в бога хотя не это привело меня к вере но тем не менее это дало господу в моей психике создать определенный прецедент к тому чтобы я относился к языкам нормально потому что была ситуация при которой ими я услышал человека который молился языками люди верующие которые в церкви ходят собрания ходят переживают за неверующих как бы они да нет ребята вы за себя переживаете переживаете о том что о вас подумают а это не есть хороший дух и это не есть дух христов почему потому что когда ты ведешься на мнение людей тем более не знающих бога в результате ты находишься под воздействием страха как бы о тебе чего не сказали но ты пытаешься оправдываться якобы как бы что-то о боге не сказали да богу честно говоря вообще по барабану чё о нем говорят ну поговорят и поговорят если он решит кого-то наказать за то что они неправильно о нем говорят накажут что он все знает он ставит мысли даже внутри человека ему принципе все равно что о нем говорят ему важно что говорят о нем святые его вот это да что думают о нем его дети вот это да вот это его интересует это важно то что неверующий там неверующий мир да ему вообще все равно что они думают и говорят что он знает что они в погибели находятся в данный момент и их надо спасти поэтому обращать внимание на то что они там думают о нем то какая разница когда всевышний их спасает тогда наверное скорее всего обличение приходит а ты а ты думал обо мне вот это а может быть и вообще ничего не будет всевышний просто все сотрет и все кровью своей все весь вопрос я полагаю что когда ты молишься на языках еще и при неверующих я не говорю о том что надо ну потерять все вообще как бы может быть и надо если дух решает так побуждает тебя действовать так то пожалуйста делай как хочешь вот но обычно когда кого-то везу в машине я не молюсь языками не знаю просто мне не хочется не потому что я не могу просто не хочется когда в интернете я понимаю там посмотрят меня всякие разные люди я не говорю о том что меня просто вот прямо там на расхват я но тем не менее заходят смотрят и что ж мне теперь сколько людей столько и мнений и вестись на мнение каждого человека который просмотрит ой как бы чего по не сказать так тут дойдет до того что я вообще это да ну не знаю надо будет что из себя надо будет сделать ради того чтобы угодить абсолютно каждому человеку который вообще заходит и слушает и смотрит цель какая цель того чтобы поделиться какими-то вещами с теми кто знает господа если человек какой-то заходит и посмотрел который вообще бога не знает ну зашел и зашел может быть дух святой решала решил вот таким образом коснуться где-то и когда-то на каком-то этапе жизни он ему это просто напомнит для того чтобы что-то какие-то предпосылки создать к чему-то там чтобы в его мышлении были какие-то правильные моменты я не знаю если только дух откроет то да буду знать это как бы пытался сейчас развернуть чисто может быть с точки зрения психологической относительно этого но если взять например свое само место писания так ладно надо на на вот это вот сначала открыть если войдет кто-то к вам что-то а ну а а а Играет музыка Играет музыка Итак, языки суют знамения не для верующих, а для неверующих Для неверующих языки суют знамения Пророчество же не для неверующих, а для верующих Если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить языками И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь Здесь вообще как бы воспринимается Может и так, и так восприниматься Это не как распоряжение Павла Это он просто говорит, что Ну, возошли, они могут сказать, что вы беснуетесь Ну, не обращайте на это внимания Но тем не менее, при этом пророчествуйте Потому что дальше пишет Ну, когда все пророчествуют, войдет кто неверующий или незнающий То он всеми обличается, всеми судится Таким образом, тайное сердце его обнаруживается Он упадет вниз, поклонится Богу и скажет Истинно с вами Бог То есть Дело в том, что Когда только молятся языками То неверующий никем не будет обличен Он ничего не услышит, ничего не поймет Вот в чем вопрос А не в том, что он якобы услышит языками, молится И скажет Вау, они беснуются Типа, больше не будем молиться про неверующих Но дело в том, что те люди, которые это говорят Они и не пророчествуют При неверующих Хотя Павел сказал Если войдет к вам незнающий или неверующий И все пророчествуют То он всеми будет обличаться И всеми будет судим Почему-то этого не делают А именно указывают на то, что якобы Про неверующих нужно Нельзя молиться языками Но здесь не сказано, что нельзя Ты ни одного места здесь слова не скажешь Павел пишет Не молитесь при неверующих Он пишет о том, что Неверующие, если вы не пророчествуете при этом То есть у вас нет ни откровений, ни познания У вас нету ничего Но только молитва на языках То фактически неверующие Или незнающие могут сказать, что вы беснуете Ну как бы беснуются, беснуются То есть они скажут, что беснуются и уйдут Вопрос не в том, что они подумают Вопрос в том, результат достигнут ли По отношению к неверующему Который зашел Потому что ему надо Неверующему Не молитва на языках В принципе для его ума А именно живое слово Которое кому-то открыто И он сказал И тот человек может быть и говорил В принципе-то не подозревая каких-то вещей А может быть знал Потому что дух открыл И этот неверующий Он обличается Говорит Вау То, что у меня на сердце было Все знают об этом здесь Значит точно с ними Бог Вот о чем вопрос А не потому, что якобы языками Говорит при неверующих Вообще Как бы Павел типа Сказал Нет, ребята Как бы они не подумали Что вы беснуетесь Да нет Просто он говорит Если вы это делаете Только это делаете То соответственно Ну как бы они подумают о вас Что вы беснуетесь Ну и как бы результат Будет налицо Вам не этот результат нужен Когда вы молитесь на языках Соответственно У вас должны быть И пророчества И откровения И познания И Истолкования какие-то Вот Это же дальше он говорит Итак Итак Что же Братья Когда вы сходитесь И у каждого из вас Есть псалом То есть Не только Молиться на языках И у каждого из вас Есть псалом Есть поучение Есть язык Есть откровение Есть истолкование Все сиода Будет к назиданию И дальше пишет Если кто говорит на языке То двое Или трое И то по-розне Один изъясняй Но это Особый вид Языков Это не молитва На языке Это Немножко другой вид языка Если же Не будет Истолкователя То молчи в церкви Говори себе и Богу Себе и Богу Это когда ты Просто молишься На языках Но при этом Ты не Конкретно Вышел для того Чтобы Языками Произносить что-то Что При этом Должно быть Истолковано Если же Другому Из сидящих Будет Откровение То Первый Молчи То есть Павел Говорит о том Что Главный В собрании Тот У кого Есть Откровение Вот Собрались Несколько Человек Любому Из них Дух Дает Откровение То Все Должны Заткнуться Это Я уже Так Говорю И Слушать То Что Скажет Это Тот У кого Есть Откровение Ибо Все Один За Другим Можете Пророчествовать Чтобы Всем Поучаться Всем Получать Утешение То есть Павел Не Делает Здесь Ударение На то Что Якобы Он Установил Какое-то Правило Относительно Неверующих Как Вести Себя При Неверующих Здесь Он Побуждает Тому Что Ребята Вы Вы Только Потому Что Видимо Может Тенденция Такая Была Собирались И Только Молились На языках У кого-то Видимо Мобзик Такой Сказал Мы Молимся Только На языках Вот Соответственно Видимо Перекос Пошел И Павел Им Пишет Разъясняет О том Что Ребята Не Только Нужно Молиться На языках Поэтому Он И про Неверующего Сказал Потому Что К ним Видимо Заходили Люди Неверующие А Они Только Молились На языках Надеясь Что Неверующий Что-то Услышит Но Он Ничего Не Слышал Разворачивался И Уходил Просто Зачем Они Все Это Делают А Когда Это Все Ну То 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 есть Ты Не Ешь Один Сахар Ты Сахар Смешиваешь С чем То А Представь Ты Ел Один Сахар Вот Как Бы Примерно Об Это Или Одну Картошку Например Только Ел Не буду Говорить О молоке Потому Что Молоко Можно Пить Но Все Равно Тем Не Менее Что-то Захочется Еще К Молоку Кроме Одного Молока Хотя Молоком В принципе Можно Очень Долго Питаться И Быть В Нормальном Состоянии То есть И Нормальное Молоко А Так Вот О Таких Вот Продуктов Других Ну Соль Ты Не Будешь Соль Одну Есть Тебе Надо Соль Куда То К Чему То То Здесь Про Языки Примерно Вот Такая Вот Вещь Если У Тебя Есть Языки Значит Соответственно У Тебя Должны Быть Откровения И Ты Не Должен Просто Только Вот Только Молитва На языках Хотя У Меня Преимущественно Идут Молитва На языках Но При Этом Текстом Либо В Видео Я делюсь Теми Откровениями Которые Мне Дает Дух Тем Познанием Которые Он Мне Дает Так Что Когда Кто-то Пытается Упрекнуть Меня В том Что Якобы Я Молюсь На языках И Ну То Есть Человек Пытается Отнять Сказать То Что Ты Не Делай Этого Что Там Где-то В тишине Да Зачем Я Буду Это Все В тишине Ради Чего Это Все Делать В тишине Какой Смысл Кому-то Да Кому-то Не Хочется Я Не Пытаюсь Сказать Кому-то Что Если Кто-то Не Хочет Себя Афишировать Что Якобы Ну Ты Давай Афиширу Себя Да Нет Ну Если Не Хочется Не Хочется Вообще У У нас Свобода Во Христе А не Пытаться Кого-то Заставить Что-то Сделать А если Тебя Прет Вот Эти Вещи Делать А как Было Быть С пророком Которому Сказали Вот Ему Сказал Всевышний Прямо Говорит Ангел Там Пришел И он Говорит Ему Возьми Я уже Буду Говорить Чисто Так Как Нормально Так Говорят Насри И на Своем Говне Просто Напросто Дерьме Испеки Лепешки И ешь Их При народе Что ему Надо было Делать Просто Представь К тебе Вот такое Слово Если ты Ведешься На мнение Других Бог Даже Тебе Не скажет О том Чтобы Сделать Это Почему Да потому Что Он знает Что Ты Не его Послушаешься А тебе Будет Интересно Что О тебе Подумают Вот Представь Ситуацию Тебе Всевышний Говорит Такую Вещь Иди Прямо Посреди Улицы Главное Насри Испеки Лепешку Вот И ешь Эти Лепешки И как Тебе Надо Относиться К мнению Других Людей Относительно Вот Этой Ситуации Вот Как Надо Относиться К мнению Других Людей В Реальной Ситуации При Которой Надо Это Все Сделать Я Говорю О Пророке Которому Сказали Это Сделать И Это В Библии Написано Так И Сказано Ну Взмолился Брата Сказал Говорит Всевышний Вот Он Говорит Хорошо Я Говорит Меняю Тебе Эту Ситуацию Возьми Этот Коровью Лепешку И На Непике И Там Предзнаменование Было Для Народа Так Как Народ Ел Идольский Хлеб Они Делали Приношение Идолам И ели Этот Хлеб Для Всевышнего Это Было Вот Именно Вот Так Вот Выглядело И Поэтому Пророку Именно Это И Сказал Сделать То есть Ты Понимаешь Мы Как Дети Божьи Рожденные От Духа От Живого Слова Божьего Вообще Не Должны Вестись На Мнение Других Людей Абсолютно Не Вестись Вообще Ни На Что Абсолютно Ни На Что То Есть Тебе Дух Побуждает Что То Делать Тебе Надо Это Делать Не Смотря На То Что Тебе Подумают Ой Че Обо Мне Подумают Да Подумают Много Чего Подумают А тебе Много И так Чего Думают Просто Об Этом Ты Многие Вещи Ты Об Этом Ну Как Не Знаешь Тебе Вслух Не Говорят Но Думают О тебе Много Чего О тебе Перестанут Думать Когда Ты Станешь Полным Дерьмом Вот Тогда О тебе Перестанут Думать Ты Много Думаешь Об Алкоголиках Которые Там Вообще Где Там Бомжами Стали О них Уже Вообще Никто Не Думает Они Никому Не Нужны Обычно Думают О тех Кто Нормально Себя Ведет Ну Как бы Нормально Ненормально Но Во всяком Случа Разные Думки Думают Вообще Вестись На мнение Других Людей Это Ну Очень Очень Плохая Вещь В качестве Этого Выступал Саул Который Велся На мнение Народа И Когда Он Велся На мнение Народа Всевышний Просто Его Отверг А потом Его Доча Велась На мнение Народа Ой Что О тебе Муженек Мой Подумают Люди Посмотри Как Они О тебе Подумали Ты Там Вышел Танцевал Перед Богом Смотри Они О тебе Подумали Че И Всевышний Наказал Эту Женщину За то Что Она Ну Сейчас Я Уже Всевышний Ее Наказал То есть Это Я Все К тому Что Когда Люди Пытаются Говорить О том Что Ты Не Молись При Неверующих Потому Что Как бы Якобы Они Что-то Не Подумали Не То Это Говорит О том Что Ты Ведешься На Мнение Этих Людей Тебе Интересно Не Мнение Бога Относительно Тебя Тебе Интересно Мнение Этих Людей Что Они Скажут И Не Надо Вот Это Вот Пытаться Типа Якобы А что Бог Подумает Ты У него Спроси Сначала А что Он Подумает Потому Что Люди Сначала Почему-то Думают О том Что Как бы Неверующие Что-то Не Подумали При Этом Им Плевать На То Что Подумает Бог Об Этих Людях Которые Не Слушаются Его И Пытаются Угождать Людям Нежели Богу Конфликт Всегда Возникает Когда Ты Послушен Богу И Не Ведешься На Мнение Других Людей Всегда Возникнет Конфликт Но У тебя Будет Конфликт С Богом Если Ты Будешь Вестись На Мнение Других Людей А Его Мнением Игнорировать Поэтому Слушать Вещи По Поводу Того Когда Кто-то Говорит Что Нельзя Этого Делать При Неверующих Мне Честно Говоря Абсолютно По Барабану До Этого Мнения Я Как Считаю Нужным Как Всевышний Ведет Меня И Открывает Так Я Буду Делать И Действовать Потому Что Мне Его Мнение Намного Важнее Чем Мнение Кого-то Из Потому Что Одни Люди Считают И Говорят Нормально Правильно Делаешь Другие Люди Считают Неправильно Делаешь Третьи Считают Что Я Дебил Полный Четвертый Считает Что Мне В Психушку Пора Еще Кто-то Вообще Параллельно Как То Относится Чьё Мнение Мне Надо Поставить Как За Авторитет Мнение Всевышнего И Мнение Его Я Знаю Я Должен Оставаться В Свободе И Действовать Так Как Чувствую Того Изнутри Себя Вот Ощущаю Я Что Мне Надо Молиться Мне Надо Орать Или Мне Надо Тихо Себя Вести Я Так И Действую В этом Есть Сила Владеющий Духом Своим Лучше Завоевателя Города А Кто Ведется На Мнение Других Людей Тот Не Владеет Своим Духом Тот Владеет Мнением Других Людей Вернее Мнение Других Людей Владеет Этим Человеком И Этот Человек Не Владеет Своим Духом Владеет Своим Духом Это Владеть Собою И Понимать То Что Тебе По Барабану Должно Быть Чьё Либо Мнение Ты Свободный Человек И Ты Делаешь Так Как Ты Считаешь Нужно Это Царская Позиция Цари Не Ведутся На Мнение Других Людей Цари Делают То Что Необходимо То Что Нужно И То Что Важно А Не То Что Люди Скажут Как Бы Кто Чё Не Подумал О Этому Закончу Мира